Музыка Утро Сквозь ледяные кружева, покрывающие оконные стекла, пробивается в детскую яркий солнечный свет. Ваня, мальчик лет шести стриженный, с носом похожим на пуговицу, и его сестра Нина, четырехлетняя девочка, кудрявая, пухленькая, малорослая, не по летам, просыпаются и через решетки кроваток глядят сердито друг на друга. О, бесстыдники, морчит нянька, добрые люди, уж чаю напившись, а вы никак глаз не продерете. Солнечные лучи весело шалят на ковре, на стенах, на подоле няньки и как бы приглашают поиграть с ними. Но дети не замечают их, они проснулись не в духе. Нина надувает губы, делает кислое лицо и начинает тянуть. «Чаю, нянька, чаю!» Ваня морщит лоб и думает, к чему бы придраться, чтобы зареветь. Он уж заморгал глазами и открыл рот. Но в это время из гостиной доносится голос мамы. «Не забудьте дать кошке молока, у нее теперь котята». Ваня и Нина втягивают в физиономии и с недоумением глядят друг на друга. Потом оба разом вскрикивают, прыгают с кроваток и, оглашая в воздух пронзительным визгом, бегут босиком в одних рубашонках в кухню. «Кошка щенилась!» — кричат они. «Кошка щенилась!» На кухне под скамьей стоит небольшой ящик. Тот самый, в котором Степан таскает кокс, когда топит камин. Из ящика выглядывает кошка. Ее серая рожица выражает крайнее утомление. Зеленые глаза с узкими черными зрачками глядят томно, сантиментально. По рожи видно, что для полноты ее счастья не хватает только присутствия в ящике его, отца ее детей, которому она так беззаветно отдалась. Хочет она промяукать, широко раскрывает рот, но из горла ее выходит одно только сипение — слышится писк котят. Дети садятся на корточки перед ящиком и, не шевелясь, притаив дыхание, глядят на кошку. Они удивлены, поражены и не слышат, как ворчит погнавшаяся за ними нянька. В глазах обоих светится самая искренняя радость. «Какие маленькие!» — говорит Нина, делая большие глаза и заливаясь веселым смехом. «Похоже на мышу!» «Раз, два, три!» — считает Ваня. «Три котенка!» «Значит, мне одного, тебе одного, еще кому-нибудь одного!» «Мр-мр-мр-мр-мр» — мурлыч-торженица, поищенная вниманием. «Мр-мр-мр-мр-мр-мр». Наглядевшись на котят, дети берут их из-под кошки и начинают мять в руках. Потом, неудовлетворившись этим, кладут их в подолы-рубах и бегут в комнаты. «Мама, кошка остинилась!» — кричат они. Мать сидит в гостиной с каким-то незнакомым господином. Увидев детей, неумытых, не одетых, задранными вверх по долане, она конфузится, делает строгие глаза, пустите рубахи, бесстыдники, говорит она. Подите отсюда, а то я вас накажу. Но дети не замечают ни угроз матери, ни присутствия чужого человека. Они кладут котят на ковер и поднимают оглушительный визг. Около них ходит роженица и умоляюще мяукает. Когда немного погодя, детей тащат в детскую, одевают, их ставят на молитву, паят чаем. Они полны страстного желания поскорее отделаться от этих прозаических повинностей и опять бежать в кухню. Обычные занятия и игры уходят на самый задний план. Котята своим появлением на свет затемняют все. И выступают, как живая новость и злоба дня. Если б Ваня или Нине за каждого котенка предложили попуду конфет, или под тысячи гривенников, то они отвергли бы такую мену без малейшего колебания. До самого обеда, несмотря на горячие протесты няньки и кухарки, они сидят в кухне около ящика и возятся с котятами. Лица их серьезны, сосредоточены и выражают заботу. Их тревожит не только настоящее, но и будущее котят. Они порешили, что один котенок останется дома при старой кошке, чтобы утешать свою мать. Другой поедет на дачу. Третий будет жить в погребе, где очень много крыс. Но отчего они не глядят, недоумевает Нина. У них глаза слепые, как у нищих. И Ваню беспокоит этот вопрос. Он берется открыть одному котенке глаза, но долго пыхтит и сопит. Но операция его остается безуспешной. Немало также беспокоит и то обстоятельство, что котята упорно отказываются от предлагаемых им мяса и молока. Все, что кладется перед их мордочками, съедается серой мамашей. «Давай построим котятам домики», – предлагает Ваня. «Они будут жить в разных домах, а кошка будет к ним в гости ходить». В разных углах кухни ставятся картонки из-под шляп. В них поселяются котята. Но такой семейный раздел оказывается преждевременным. Кошка, сохраняя на рожице умоляющее и сентиментальное выражение, обходит все картонки и сносит своих детей на прежнее место. «Кошка – их мать», – замечает Ваня. «А кто отец?» – «Да кто отец?» – повторяет Нина. «Без отца им нельзя». Ваня и Нина долго решают, кому быть отцом котят. И в конце концов выбор их падает на большую темно-красную лошадь с оторванным хвостом, которая валяется в кладовой под лестницей и вместе с другим игрушечным хламом доживает свой век. Ее тащат из кладовой и ставят около ящика. «Смотри же», – грозят ей, – «стой тут и гляди, чтобы они вели себя прилично». Все это, говорится и проделывается серьезнейшим образом и с выражением заботы на лице. Кроме ящика с котятами, Ваня и Нина не хотят знать никакого другого мира. Радость их не имеет пределов, но приходится переживать и тяжелые, мучительные минуты. Перед самым обедом Ваня сидит в кабинете отца и мечтательно глядит на стол. Около лампы на гербовой бумаге ворочается котенок. Ваня следит за его движениями и тычет ему мордочку то карандашом, то спичкой. Вдруг, точно из земли выросший, около стола появляется отец. «Это что такое?» – слышит Ваня в сердитый голос. «Это... это котеночек, папа». «Вот я тебе покажу, котеночка!» «Погляди, что ты наделал, негодный мальчишка, ты у меня всю бумагу попачкал!» К великому удивлению Вани, папа не разделяет его симпатии к котятам, и вместо того, чтобы прийти в восхищение, обрадоваться, он дергает Ваню за ухо и кричит «Степан, убери эту гадость!» За обедом тоже скандал. Во время второго блюда обедающие вдруг слышат писк, начинают доискиваться причины и находят у Нины под фарточком котенка. «Нинка, вон из-за стола!» – сердится отец. «Сию же минуту выбросить котят в помойку, чтобы этой гадости не было в доме!» Ваня и Нина в ужасе. Смерть в помойке, помимо своей жестокости, грозит еще отнять у кошки и деревянной лошади их детей, опустошить ящик, разрушить планы будущего, того прекрасного будущего, когда один кот будет утешать свою старуху-мать, другой жить на даче, третий ловить крыс в погребе. Дети начинают плакать, умолять, пощадить котят. Отец соглашается, но с условием, чтобы дети не смели ходить в кухню и трогать котят. После обеда Ваня и Нина слоняются по всем комнатам и тонятся. Запрещение ходить в кухню повергло их в уныние. Они отказываются от сладостей, капризничают и грубят матери. Когда вечером приходит дядя Петруша, они отводят его в сторону и жалуются ему на отца, который хотел бросить котят в помойку. Дядя Петруша, просят они дядю, «Скажи маме, чтобы котят в детскую поставили, скажи!» «Ну-ну-ну, хорошо!» – отмахивается от них дядя. «Ладно!» Дядя Петруша приходит обыкновенно не один. С ним является Неро – большой черный пес датской породы с отвислыми ушами и с хвостом, твердым, как палка. Этот пес молчавив, мрачен и полон чувства собственного достоинства. На детей он не обращает ни малейшего внимания и, шагая мимо них, стучит по ним своим хвостом, как по стульям. Дети ненавидят его всей душой, но на этот раз практические соображения берут у них верх над чувством. «Знаешь что, Нина?» – говорит Ваня. «Делай большие глаза. Вместо лошади пусть Неро будет отцом. Лошадь дохлая, а ведь он живой!» Весь вечер они ждут того времени, когда папа усядет играть в винт, и можно будет незаметно провести Неро в кухню. Вот, наконец, папа садится за карты, мама хлопочет за самоваром и не видит детей. Наступает счастливый момент. «Пойдем!» – шепчет Ваня сестре. Но в это время входит Степан и со смехом объявляет. «Барыня, Неро котят съела!» Нина и Ваня бледнеют и с ужасом глядят на Степана. «Ей, Болус!» – смеется лакей. Подошла к ящику и сожрала. Детям кажется, что все люди, сколько их есть в доме, всполошатся и набросятся на злодея Неро. Но люди сидят покойно на своих местах и только удивляются аппетиту громадной собаки. Папа и мама смеются. Неро ходит у стола, помахивает хвостом и самодовольно облизывается. Обеспокоена одна только кошка. Вытянув свой хвост, она ходит по комнатам, подозрительно поглядывает на людей и жалобно мяукает. «Дети, уже десятый час, пора спать!» – кричит мама. Ваня и Нина ложатся спать, плачут и долго думают об обиженной кошке и жестоком, наглом, ненаказанном Неро. Ваня и Нина ложатся спать, плачут Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok